всем привет жилой комплекс форум групп объединение двух квартир как мы это сделали смотрим подписываемся ставим лайк поехали сегодня рассмотрим интереснейшую планировку в жилом комплексе форум групп во первых пару слов про этот жилой комплекс форум групп отличается тем что он очень необычной формы округлой и эта группа зданий стоит на небольшом пятачке и чудо архитекторы которые по моему из голландии придумали этот проект и форум групп его воплотил и надо отдать должное этому застройщику за несколько лет они выросли из просто построить панельки какие-то непонятные квадратные метры что это за жилье до классного современного элитного жилья но по крайней мере с точки зрения визуала там очень приятно походить посмотреть он притягивает к себе как магнит все люди которые идут мимо этого жилого комплекса любуются и фасадами дворами там нравится он не нравится неважно он вызывает эмоцию и я считаю что появление таких жилых комплексов это большая удача и большой шаг вперед для нашего города в общем дерзайте в том же духе но я про планировку в этих домах планировка очень необычная потому что скругленные фасады потому что внутри не так как у всех и это накладывает сложности на работу для дизайнера понимаете то есть работать с большим количеством окон с кривыми формами это всегда вызов для дизайнера двойной вызов это то что нужно объединить две квартиры заказчики посмотрели большой квартиры не нашли и пожелали купить две квартиры которые находятся рядом и задача наша стояла взять эти две квартиры понять в каком месте там прорубить проемы как в этом пространстве соответственно расставить мебель как все объединить чтобы это было удобно логично красиво перед нами две квартиры условно их назовем квартира слева которая правильной прямоугольной формы есть балкон который изначально теплый уже с батареи внутри и есть два санузла вторая квартира условно справа она треугольной и даже вообще какой-то непонятно сложной формы по одному краю где выпуклая стена идет много окон 1 2 3 4 5 6 7 8 8 окон и все и это очень сложная форма для того чтобы накроить комнаты расставить в них удобно мебель в чем сложность в том что в угол никакой шкаф не встает никакая мебель туда не помещается соответственно мы должны мебель немножко отодвигать от этих стен чтобы там получилось пространство освободить угол плюс окна в окно мы тоже перегородочку не воткнем вот какие исходные данные что заказчик попросил у меня семья двое детей двое взрослых то есть мастер спальня нужно бывают гости нужно хорошая просторная гостиная и желательно еще одна комната и как кабинет и как дополнительное место для например приехала бабушка который нужно с нами пожить там неделю вот то есть соответственно это еще одно помещение которое должно быть удобно для проживания этого гостя какое-то время ну неделя или месяц может быть с чего нужно начинать работу по объединению двух квартир с того чтобы понять где мы эти квартиры можем соединить друг с другом и где мы можем сделать проем такое место одно вот оно на плане эту перегородку которую мы можем убрать остальные места строгать невозможно потому что идем по плану ниже вот это вот шахты вентиляции соответственно трогать запрещено дальше следующие шахты вентиляции которые относятся уже к другой квартиры трогать запрещено далее у нас идет вход в квартиру в левую а напротив вход в квартиру правую было бы логично перед этими двумя входами в квартиры поставить еще одну дополнительную дверь из подъезда вот это подъезд мы ставим сюда дверь и как бы отсекаем две квартиры от общего пространства общедомового но так делать скорее всего нельзя этот вопрос касается уже тех кто занимается согласованием лучше уточнить у них короче мы так делать не стали то есть мы объединили квартиру именно вот в этом месте сейчас покажу как но перед этим еще хочу обратить внимание на то что есть мокрые точки это ванны вот они здесь я их отметил то есть в квартире мы не можем мокрые точки переносить куда захотим куда мы можем их переносить мы их можем переносить в зону коридоров и прихожих ну вот у нас здесь и вот здесь есть где-то прихожая вот вход квартиру в левую квартиру где-то вот здесь вот есть прихожая соответственно в прихожих в кладовках и в коридорах там мы можем располагать мокрые зоны то есть ванны душевые санузлы самое главное чтобы к стояку можно было подключиться любую перепланировку нужно согласовывать особое внимание надо уделить жилым и нежилым помещением в вашей квартире в некоторых жилых комплексах прихожая по документам является жилым пространством и коридоры тоже а это значит что по закону мы не имеем права увеличивать ванны и санузлы за счет этих помещений будьте внимательны получилось очень необычная интересная планировка которая на первый взгляд может даже вызвать некое недоумение но я сейчас постараюсь объяснить почему именно так я сделал но хочу перед этим сказать что во-первых я опирался на пожелания заказчиков и на их задачи а во вторых на мои решения накладывал отпечаток сам дом его планировка расположение стояков мокрых точек балконов санузлов и так далее то есть эти ограничения которые мы обойти не можем и вот это вот неправильная форма самого здания повлияло на те решения которые я сейчас вам озвучу начну со входа в квартиру я выбрал правую квартиру для общего пространства там где будет входная группа то есть прихожая кухня гостиная а левую квартиру я выбрал для приватной части там будут спальни попадая в квартиру что для нас важно самое важное это хранение семья большая четыре человека плюс приезжающий гость это значит что будет очень много верхней одежды обуви сумок и так далее и в идеале предусмотреть гардероб потому что шкафа как правило бывает недостаточно в моем варианте есть гардероб два шкафа которые стоят друг напротив друга и удовлетворяют всем потребностям с точки зрения хранения вещей вторая вещь в прихожей которая очень важна это помещение должно быть красивым и нарядным оно должно вас как бы встречать оно должно быть просторным чтобы в нем можно было свободно перемещаться снимать одежду и не ждать половине семьи за дверями пока кто-то переоденется здесь пространство достаточно и чтобы это пространство еще увеличить визуально я делаю перегородку такую сквозную не довожу ее до стены для того чтобы мы глазами как бы охватывали все остальное пространство квартиры это делает ощущение квартиры большой и просторной а также для нарядности в прихожей очень важно делать что-то красивое то есть заходим в квартиру и видим что-то красивое что стоит прямо напротив ну например это может быть консоль с картиной сверху или зеркалом далее мы попадаем в гостину и проходим вот через такой интересный портал в котором какие-то могут быть декоративные колонны причем не обязательно классические они могут быть очень современные к этим колоннам я не примыкаю перегородки для того чтобы сделать вокруг колонн такое ощущение вот хождение воздуха про который я уже сказал это все будет дарить нам простор пространство ощущение этого пространства перегородки я закругляю делаю это я для того чтобы наши движения вокруг этого пространства прихожая в гостиной уже в дальнейшем они были плавные и логичными ну и чтобы угла не было который мы могли бы запинаться далее кухонный гарнитур он состоит из шкафов которые вытянуты до потолка в них спрятан холодильник духовой шкаф микроволновка кофемашина снизу и сверху в открывающихся шкафах хранение это очень много хранения это удобно и соответственно все эти шкафы можно выкрасить в цвет стен и сделать эту часть кухни вообще незаметной дальше остров за которым идет основная готовка для этого есть раковина и варочная поверхность снизу хранения и с обратной стороны тоже хранения за островом обеденный стол на 6 персон этот стол очень большого диаметра и предполагает что в свободном рабочем режиме можно сидеть абсолютно свободно 5-6 человек и будет достаточно просторно а если придут гости то можно еще подставить два стула и 8 человек за таким столом сядут абсолютно спокойно диаметр метр тридцать просто себе представьте это прямо много помимо кухонной зоны есть мягкая и здесь стоит вот такой интересный диван который я вписываю вот в эту неправильную форму диван аж трехсторонний мы можем на нем сидеть и смотреть телевизор мы можем на нем сидеть смотреть в окно а также мы можем сидеть и смотреть и разговаривать с теми кто сидит за столом два кресла журнальный столик который можно объединить ковром и это очень хорошее решение ковер чтобы объединить вот эту мягкую всю зону в единую композицию сверху можно повесить нарядную люстру и вуаля пространство заиграла и заискрила новыми красками здесь же из гостиной мы можем пройти на балкон вот здесь вот есть существующий от застройщика и по идее мы должны его оставлять несмотря на то что он теплый сюда можно выйти посидеть на стульчике не знаю может быть кто-то курит покурить но в общем балкон он и есть балкон телевизор стоит на вытянутой тумбе которую можно использовать как часть композиции можно в нее же встроить например камин это может быть какой угодно вариантов полно искусственных каминов которые создают имитацию настоящего огня выходя из гостиной мы попадаем в такую некую проходную зону в которой нас встречает тоже красивая часть интерьера это какой-то комод с какой-то картиной это нужно делать обязательно потому что одно из правил и фишек дизайна гласит следующее нужно всегда идти на красоту понимаете то есть вот мы выходим из гостиной и первое что мы видим красоту далее проходим по небольшому коридорчику и попадаем в еще одно такое интересное пространство которое я назвал каминное здесь есть два кресла и еще один камин можно и телевизор поставить можно картин можно аквариум как захотите в общем это такая отдыхательная зона которая немножко удалена от общей кухни гостиной помимо функции отдыхательной комнаты она является таким неким холлом переходной частью квартиры уже в приватную половинку первое это гостевая комната вот она в такой неправильной формы здесь есть шкаф для хранения вещей есть рабочий стол если вдруг нужно дома поработать и есть кровать с тумбочкой на которой удобно оставаться хоть на неделю хоть на месяц если вдруг бабушка приехала пожалуйста она здесь может спокойно проживать далее идем по коридору попадаем через холл в еще один коридор и это уже самая последняя приватная часть квартиры здесь у нас детская номер один номер два и они одинакового размера для детей это очень важно а иначе драться начнут мне вот эту нет мне то это больше не ну короче чтобы вот этих вот разговоров не было делаем комнаты одинаковые присоединять балкон к жилому пространству запрещено жк рф каждый должен осознавать это и принимать такое решение самостоятельно осознавая все риски с этим связанные далее у нас идет мастер спальня и в мастер спальне все как полагается есть гардероб со шкафами есть естественно комната с кроватью с банкеткой с макияжным столиком то есть здесь все как надо и конечно же душевая есть сама большущая кабина ну собственно не сама кабина а пространство которое заграждается стеклянной перегородкой и там просто душ есть унитаз биде огромная раковина и большущий шкаф не глубокий узенький в котором соответственно мы храним все что нам нужно для детей есть своя ванная комната унитаз раковина и ванна для детей кстати важно чтобы в ванной они любят купаться и это находится в коридоре в общем соответственно они пользуются уже как своей ванной для умывания также это ванной является гостевым санузлом для гостей вот то есть им придется немножечко пройти через вот этот холл зайти в коридорчик и здесь уже так сказать делать необходимое и очень важно здесь есть постирочная кладовка вот такая вот комнатка в которой есть стиральная машина сверху сушильная машина еще остается пространство для уборочного инвентаря это очень важно предусматривать такие места в квартирах а иначе куда вы поставите ведро швабру и пылесос вот здесь это все предусмотрено друзья получилась очень интересная необычная планировка и мне бы очень хотелось узнать ваше мнение то есть что так что не так что вы думаете по этому поводу как вам кухня как вот скругленные перегородки на которые я обратил внимание специально убрал углы чтобы сделать пространство более перетекающим пожалуйста напишите ну и обязательно ставьте лайк конечно же подписывайтесь на канал обязательно жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о следующих полезных видео ну и на этом все осталось только сказать что если вы испытываете сложности с планировками то приходите и обращайтесь я для вас с удовольствием сделаю разработают придумаю удобную идеальную все на этом всем пока да прибудет с вами муза и удобная планировка